Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Коронавирусный шок вызвал потрясение не только на туристическом рынке и в авиаперевозках. Под угрозой вся сложившаяся за десятилетия глобализация структуры торговли и производства. Но та же самая глобализация породила множество технологий, которые способны сегодня помочь бизнесу, населению. Вот, например, интернет-магазины одежды. Сейчас осваивают виртуальные примерочные, сфотографировался и приложение тебе подберет размеры фасон. Поэтому можно говорить, что последствия эпид-пандемии создадут новые перспективные рынки. Вот сегодня на эту тему я буду говорить с Зотовым Владиславом Ивановичем, заместителем главы городского округа Самара, руководителем департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, бизнес, который заработал и которому только предстоит, очень рассчитывает на поддержку. Скажите, пожалуйста, что сейчас может предложить город? Ну, вы совершенно правильно заметили, любой кризис, он порождает новые формы торговли. И в данном случае здесь новые формы торговли, они отразились в том числе и на обороте. Обороты, к счастью, мы видим, все-таки розничные торговли растут. Что касается поддержки со стороны города, они, безусловно, связаны не только с отраслью торговой, они связаны вообще с субъектами малого и среднего предпринимательства, которые относятся к различным отраслям. Но в первую очередь эти меры поддержки сейчас, конечно же, направлены на те субъекты, которые находятся в зоне риска или к особо пострадавшим. Отнесли их в соответствии с федеральным законодательством. В этой связи на уровне города мы приняли меры по уменьшению коэффициента К2. Это отражается в результате на тех предпринимателей, которые платят налоги по ЕНВД. И в этой связи примерная экономия этих организаций составит в этом году порядка 5 миллионов рублей. Также мы снизили земельный налог на 20%, опять же, для тех предприятий, которые относятся к наиболее пострадавшим. В результате порядка 200 предприятий у нас смогут сэкономить порядка 15 миллионов рублей. Эти меры уже действуют? Эти меры уже действуют, нормативно правоакты вступили в силу, поэтому, естественно, при перечислении налогов все эти вещи будут учитываться, и предприятия уже в этом году получат некую преференцию. Если говорить об отсрочках, безусловно, отсрочки приняты на уровне федерального центра и на уровне области, город, конечно же, не остался в стороне. Мы точно так же для особо пострадавших применяем отсрочку, которую необходимо будет уплачивать с начала 2021 года. Опять же, это же касается для особо пострадавших отраслей. И по аренде как имущества, так и земельные отношения. Если говорить о сумме, будем говорить о выпадающих доходах бюджета городского округа Самары, которые поступят только в следующем году и в последующее время, то эта цифра находится в районе приблизительно 160 миллионов рублей. Подсчитали уже, да? Да, но мы посчитали как раз эти субъекты, которые могут воспользоваться вот этой льготой. Кроме того, сейчас у нас на выходе нормативно-правовой акт, который подразумевает выдачу грантов до 200 тысяч рублей. 6,5 миллионов рублей мы выделили на это. Мы как раз поддерживаем зарплату по тем отраслям, у которых ЕНВД не соответствует особо пострадавшим отраслям. У нас есть много предприятий, есть запрос как раз от бизнес-сообщества. И был запрос, и он существует, где ЕНВД присвоен по-старому, а предприятие занимается иным видом деятельности. Ну, предположим, там объект общепита, у него основной ЕНВД был еще там в 2002 году, который связан со строительством, и он не может получить федеральную помощь. Вот как раз наша грантовая поддержка, она направлена на те предприятия, которые по закону не могут воспользоваться поддержкой на уровне федерального центра и на уровне области. Скажите, а есть какой-то реестр составлен ли, чтобы предприятие, ну, предприниматель понял, что он попадает в число вот этих пострадавших? Ну, есть у нас сайт налоговой инспекции, есть закон федеральный, любое предприятие может зайти и посмотреть, вести свой ЕНВД, и вести свои реквизиты, и он уже четко поймет, он относится к отрасли особо пострадавшей, либо не относится к таковой. Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, как на сегодня вообще вы оцениваете состояние торговой отрасли в Самаре? И в каких сегментах сейчас наблюдается спад, в каких подъем? Ну, в целом ожидания несколько хуже были, если говорить в целом за полгода, то у нас объем вообще розничной торговли, он вырос по отношению к 2019 году как раз примерно на те же 4-5%, что подтверждает динамику в целом за последние 4 года. Безусловно, какие-то предприятия остановили свою работу в связи с ограничительными мерами организации, в связи с ограничительными мерами, которые были не только у нас в Самаре, но и в целом по России. Но, я так понимаю, как раз компенсировала вот этот недостаток та онлайн-торговли, которая сейчас какой-то бум претерпевает. Если же говорить и исходить из сухих цифр статистики, то у нас сокращение произошло только в объектах торговли непродовольственных товаров. И это сокращение, оно пока еще незначительное, в районе 1%. Мы не ожидаем серьезного ухудшения в третьем и в четвертом квартале, потому что ограничительные меры по многим направлениям у нас сейчас сняты. У нас ограничения существуют только в области, в сфере услуг. Это организация конгрессно-выставочной деятельности, развлекательная сфера, кинотеатры и так далее. То есть значительная часть предпринимателей, к счастью, начала работать. Если же мы говорим о предприятиях, которые занимаются реализацией продовольственной продукции, здесь отмечается даже небольшой рост, он, конечно, в рамках погрешности 0,1%, но, тем не менее, это вносит определенный оптимизм. Если же говорить в целом по отрасли, то есть у нас есть такой показатель, как обеспеченность торговыми площадями на каждую тысячу человек. Этот показатель у нас находится на очень высоком уровне. Если мы говорим о продовольственной продукции, то это в районе 135%, если мы говорим о непродовольственных продукциях, то это в районе 125%. То есть у нас город Самары абсолютно точно обеспечен организациями торговли, и любой житель нашего города может воспользоваться и ассортиментом, и качеством, и ценой. Вот очень рада я это слышать. Тем не менее, Владислав Иванович, вот скажите, пожалуйста, сейчас очень много идет разговоров о необходимости все-таки приведения объектов потребительского рынка в цивилизованный вид. Скажите, какая работа проводится для достижения этой цели, и все-таки в какие сроки планируется ее выполнить? У нас есть программа. Начиная с 2017 года у нас полномочия по выявлению, вывозу и хранению, предположим, нестационарных торговых объектов возложены на внутриградские районы. У них есть соответствующие реестры. Есть реестр незаконных торговых объектов. Есть бюджеты во внутриградских районах. Соответственно, заключаются контракты с подрядными организациями, которые вывозят незаконные торговые объекты. В целом, вся политика наша городская направлена на борьбу с незаконной торговлей. И совершенно точно мы понимаем, что та законная торговля, которая у нас существует в городе, она должна быть. Единственное, она будет, безусловно, претерпевать изменения. Как эти изменения связаны, прежде всего, с благоустройством территорий. Мы эти все мероприятия могли наблюдать в предыдущие годы и в этом году. По улице, предположим, Старозагор, по улице Победы. На следующий год планируем благоустраивать проспект Кирова. То есть, безусловно, те объекты, которые жителями не востребованы, либо пребывают в плачевном состоянии, являются отголосками 90-х, 2000-х годов. Но это, прежде всего, те объекты, которые незаконно находятся на этих местах. С ними же, безусловно, решение будет одно, мы их будем вывозить. Те же объекты, которые имеют договора с городом, с Министерством имущественных отношений, не будут, возможно, претерпевать изменения, если они, предположим, не подходят по дизайн-коду. Но они останутся на месте, люди будут продолжать торговую деятельность на этих местах. Но совершенно точно они постепенно, в течение двух-трех лет, претерпят преобразование и станут современными, приятными для глаз горожан. Ну вот, кстати, про благоустройство городской среды мы поговорим чуть попозже. Ну а сейчас, про незаконные точки, я предлагаю посмотреть с вами, конечно же, уважаемые телезрители, видеосюжет моего коллеги Андрея Горгуленко. Снести нельзя оставить. Запятую в этой фразе относительно киосков на пересечении Черемшанской и проспекта Кирова предстоит поставить городским властям. Одни жители привыкли здесь отовариваться, другие устали от постоянного запаха жареного мяса, рыбных отходов и мусора. Павильоны тех, кто торгует незаконно, уберут. Легальных торговцев обяжут следить за своими рабочими местами. По нашим законам, включаем в реестр, в график включаешь на вывоз. Остальное просто, если они востребованы у жителей, принимайте решение, собирайте в адрес, чтобы они привозили в порядок. Привыкли жители покупать товары недалеко от дома и на улице Ставропольской. Здесь торговлю ведут более организованно. Предприниматели поставили аккуратные однотипные торговые точки. Однако установили их на тротуаре. Сейчас специалисты администрации промышленного района и департамента экономического развития подбирают место, куда перенести эти киоски, чтобы они не мешали горожанам, но оставались в шаговой доступности для местных жителей. Тут вопрос именно в том, что в принципе они не против, чтобы было, но и в то же время, чтобы было чисто, аккуратно и так далее. Но вот вопрос опять же к этим продавцам. А вот для одного мини-рынка уже удалось найти место. Предприниматели, работавшие в торговых рядах на пересечении Авроры и Аэродромной, переберутся на новую муниципальную круглогодичную ярмарку. Она развернется на пересечении Дыбенко и Булкина. Здесь появятся большие шатры для продавцов. Подготовить территорию планируют к осени. Вот прям привязан к месту. Выглядит неплохо. Здесь получится ярмарка на 40 мест и еще внутренняя территория, которая позволит проковаться автомобильным. Небольшое благоустройство, так как у нас вот этот участок тоже в Хосвейде. Эту ярмарку и все другие новые торговые точки будут оформлять в соответствии с дизайн-кодом города, который разработало управление главного архитектора Самары. В документе прописали рекомендации о том, как должен выглядеть город по наружной рекламе, по содержанию фасадов зданий, по развитию облика улиц и общественных пространств и по оформлению легальных торговых киосков. Я очень надеюсь, что мы из предпринимателей найдем точки соприкосновения и услышим и поймем друг друга, что мы хотим. Мы никоим образом не против бизнеса. Мы никоим образом не против предпринимателей. Мы против того, чтобы это было незаконно, чтобы это было неэстетично, чтобы это было неудобно жителям. Те киоски, которые уже давно легально работают, тоже начнут постепенно приводить к единому дизайнерскому решению. Это позволит создать ухоженное городское пространство, в котором все элементы будут сочетаться друг с другом. Слава Иванович, так действительно, кто решает? Жители решают. Вот сейчас глава сказала, что не против предпринимательства, ни в коем случае, да, не против того, что они зарабатывают. И вот я попрошу вас еще какие-то адреса назвать в нашем городе, которые вы, мы сейчас видели в сюжете, тоже в скором времени навестите. Если говорить в целом о политике, я, наверное, уже повторюсь, безусловно, городского округа Самара нет цели вообще с нестационарной торговлей разобраться раз и навсегда, то есть ее убрать. Любое решение, которое принимает город, оно основано на мнении жителей. Абсолютно по каждому нестационарному объекту. Глава района, ну, в ведении которого этот объект находится, выезжает лично на место, собирает общественность среди людей и принимает решение, если этот киоск, предположим, неприглядно выглядит, либо к нему есть вопросы со стороны, ну, отдельных жителей. То есть здесь принимается решение на уровне главы, но с учетом большинства жителей. У нас очень часто бывают истории, когда приходят жалобы, ну, мне не нравится этот киоск вот конкретно на этом месте. Но не нравится он одному человеку, а нравится, предположим, всем остальным десятерым рядом находящимся. Поэтому, безусловно, здесь решает большинство. Мы живем в демократическом, нормальном, цивилизованном обществе, поэтому принимается решение ставить этот киоск, но, естественно, привести его в порядок за те временные рамки, в которые может этот предприниматель уложиться. Мы это место, нестационарное, торговое, естественно, проходит через горловину управления главного архитектора, принимается решение дизайнерское, как он должен выглядеть, предпринимателю устанавливаются сроки по приведению его в порядок, предприниматель продолжает на абсолютно законных основаниях, имея договор с департаментом управления имуществом, либо с другими организациями уполномоченными, осуществлять свою торговую деятельность. Если же этот торговый объект является незаконным, у него не было никогда правоустанавливающих документов, и он находится в реестре самовольно установленных, то, безусловно, у него одна цель, у района администрации, вывести этот объект и дать работать тем предприятиям, которые работают в легальной плоскости. Совершенно верно. И по поводу адресов, какие ближайшие планируете внести изменения по незаконным установкам? У нас, что касается незаконных торговых объектов, есть реестр, сейчас в городе 673 незаконных торговых объектов, каждый район ведет этот реестр, где-то ситуация чуть лучше, где-то ситуация чуть хуже, ну, соответственно, каждый район у нас по площади, он отличается друг от друга, есть большие районы, есть маленькие. Понятно, концентрация незаконной торговой деятельности в большей степени находится в больших районах, но каждый район имеет бюджет, каждый район имеет план по вывозу, примерно от 350 до 500 незаконных торговых объектов вывозится, поэтому говорить о том, что мы будем объезжать ту или иную территорию, ну, наверное, не совсем правильно, будем бороться с незаконной торговлей абсолютно повсеместно и по всему городу. В планах вывезти в этом году в районе 400 объектов, потому что на это есть финансовый ресурс, с начала года уже вывезено 183 объекта. Но беспокоиться легально торгующим, имеющим договора, абсолютно совершенно не стоит. Многие жители все-таки привыкли покупать какие-то мелкие товары, вещи вот в этих ларьках. Будут ли каким-то образом компенсированы данные торговые площади, возможно, опять же, с помощью несанкционированных торговых объектов или вот объектов мобильной торговли? Ну, у нас есть план развития торговой деятельности, которым мы придерживаемся. Но один из пунктов этого плана как раз является то, чтобы из разрозненной сезонной торговли перейти к цивилизованной и нормальной. Есть программа перевода в мелкоформатную ярмарочную торговлю. Определено у нас в городе пока приоритетных 11 мест. Они располагаются во всех районах. Основным, скажем так, моментом для решения является лоточная торговля. То есть лоточная торговля, она пока еще незаконна. Она, к сожалению, присутствует у нас в городе. Внутригородские районы с этим борются. Но мы решили бороться несколько иным способом. Решили на этих местах размещать ярмарки малого формата. Ну, в частности, вот в сюжете здесь говорилось о месте Ивана Булкина и Дыбенко. Еще рассматривается до конца года организация как раз ярмарочной торговли на проспекты Ленина-16, дачная Чернореченская. Ну, возможно, на Киевской и Тухачевского у нас ярмарочная торговля будет реализована, в результате чего мы получим нормальный, цивилизованный, привлекательный для горожан внешний облик, дешевые, нормальные места для продавцов. Ну, а мы с вами, как покупатели, наверное, в результате получим, в связи с тем, что конкурентную среду мы поддержим, низкие цены на очень качественную продукцию. Поэтому в этом направлении мы совершенно точно продолжим двигаться, и в этом году, и в последующие два года. А что касается законных торговых киосков, у которых есть договора, в течение ближайших двух-трех лет мы постараемся их привести в нормальный цивилизованный вид с учетом как раз дизайн-кода, который разработан управлением главного архитекта. То есть город будет оказывать какую-то поддержку, да, в этом направлении? Мы будем оказывать поддержку в плане абсолютно бесплатного согласования и доведения этого дизайн-кода до предпринимателей. Будем давать четкие техзадания и временные рамки, которые абсолютно нормально будут восприниматься. Кто-то ведь может сделать реконструкцию в течение полугода, у кого-то есть деньги, проблем не возникает. У кого-то возникают сложности с финансовыми ресурсами. Если тем более это не одна торговая точка, да? Да, совершенно верно. И кто-то имеет возможность привести это благоустройство в течение двухлетнего периода времени, поэтому мы будем, безусловно, предоставлять такую возможность. Самое главное, чтобы был диалог, верно? Диалог есть, диалог создан. Мы к нему не только готовы, мы находимся в этом диалоге. Хорошо. Мы с вами заговорили о благоустройстве городской среды. Скажите, пожалуйста, что в этом направлении делается департаментом? Ну, если говорить о благоустройстве городской среды, то здесь, наверное, наш департамент занимается этим департамент городского хозяйства и экологии. Я имею в виду торговых точек, конечно. Наши коллеги. В связи с благоустройством территории приводятся, безусловно, вот как я уже сказал, в порядок нестационарные торговые объекты. Либо мы будем развивать в результате ярмарочную торговлю. Как я уже и сказал, планируем развивать ярмарки малого формата. Кроме того, мы планируем, безусловно, в этом году организовывать традиционные ярмарки на площади Куйбышева и УДК «Октябрь». Эти ярмарочные пространства пользуются все большим и большей популярностью у наших горожан. Если мы, предположим, четыре года назад на площади Куйбышева примерно 150 тысяч человек принимали, то в прошлом году эта цифра уже была на уровне 250 тысяч человек. Ожидаем. Мы увеличили в прошлом году количество торговых мест. В этом году оно будет точно таким же и приближаться к 400. 65% мест примерно предоставляется товаропроизводителям, которые производят продукцию на территории Самарской области в целом. Мы готовы предоставить и до 100% мест, если в этом будет необходимость. В этом плане у нас организовано взаимодействие с Министерством сельского хозяйства. Мы получаем реестр, рассылаем предложения. Предприниматели приезжают, сельхозпроизводители реализуют продукцию в широком ассортименте и в достаточно широком все-таки диапазоне ЦАМ. Я с вами полностью согласна, тем более, что являюсь покупательницей именно около ДК «Октябрь». И, насколько мне известно, в том году, по-моему, даже сроки увеличились, потому что просили продлить такие ярмарки, потому что они действительно нужны и полезны населению. Ну, а сейчас я хочу предложить также посмотреть сюжет, ну и Владислав Иванович его прокомментировать. Давайте посмотрим. Новый фонтан в Самаре откроют 1 сентября. Сейчас он на стадии строительства. Уже спонтирован подземный водопровод, заливают основания. Сквер на улице Аврора, где раньше располагался стихийный рынок, благоустраивается по национальному проекту «Жилье и городская среда». Преобразится территория от аэродрона и до Мариса Тореза, от проезжей части до фасадов жилых домов. Дизайн проекта предусмотрено устройство пешеходных дорожек, устройство полностью нового освещения, замена всех газонов, санитарная обрезка деревьев, высадка новых деревьев. Изюминкой данной территории будет и особенностью этого устройства фонтана. Фонтана, который будет у нас расположен на как раз створе улицы Аэродромной и улицы Аврора. Споры о том, нужен ли на этом месте рынок или нет, теперь уже не актуальны. Ответ очевиден. Там, где раньше процветали криминал и антисендария, скоро будет наведен столичный лоск. Новый фонтан станет местом притяжения для жителей и гостей микрорайона. Сквер вернется к жизни. Мы все ждем этого фонтана. И взрослые, и дети. Взрослым по вечерам, чтобы просто посидеть, посозерцать на струе воды. Дети с удовольствием будут, наверное, там шлепать своими лапочками. Я помню еще те времена, когда здесь была зеленая зона до рынка. Тут было действительно красиво до прихода рынка. И когда рынок убрали, мы, местные жители, мы просто вздохнули, потому что ушла грязь. Масштабная работа проводится сразу вдоль всего отрезка улицы Авроры. По предложению жителей окрестных кварталов, здесь даже посадили лесную 11-метровую ель для проведения торжественных мероприятий и новогодних праздников. Одной из главных составляющих сквера станет спортивная площадка, где смогут играть и тренироваться все желающие. Готовы полностью основания. Сейчас будут выполняться работы по монтажу этого оборудования со следующей недели и резинотехнические покрытия. Перекресток улиц Авроры и Аэродронной стал лидером рейтингового голосования по отбору для участия в программе «Комфортная городская среда». Мнение жителей окрестных домов поддержали многие, поскольку это место очень популярно. Здесь соединяются транспортные потоки из разных районов Самары. Вернулись к истокам, да? Как говорится, был рынок, сейчас будет красивая зеленая зона и фонтан, да? Есть что добавить? Ну, добавлю только одно. История, которая вот в результате привела к благоустройству этой территории, она порядка трехлетний период имеет. Ну, и этот рынок в последнее время там функционировал абсолютно незаконно. Ну, и с учетом как раз мнения горожан, был проведен опрос среди жителей. Большинство все-таки приняло решение, что рынок им не нужен, нужна благоустроенная территория. Вообще, этот район, он достаточно изобилует и нестационарной, и стационарной торговлей. Поэтому люди с ближайших домов, они не будут испытывать какого-то дискомфорта в плане отсутствия тех или иных продуктов и товаров. Конечно, тем более такой торговый центр рядом большой, да? Они там есть. Поэтому с учетом как раз мнения жителей, территория благоустраивается, приводится в нормальный цивилизованный вид, но при этом сохраняется в том числе и нестационарная торговая деятельность в этом конкретно взятом районе. Владислав Иванович, я хочу спросить вас вот о чем. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас такие цифры? Сколько в среднем зарабатывает сегодня торговля работник отрасли и вообще сколько человек занято в торговле в нашем городе? Если говорить о среднем заработке, органы статистики нам дают информацию по средним и крупным предприятиям. Мы, к сожалению, не обладаем, сколько зарабатывают на малых предприятиях. Предположительно, думаем, что эта цифра где-то на 10-15% ниже. Но в целом ситуация по средним и крупным предприятиям в розничной торговле. Заработка составляет 32 800 рублей сейчас. К сожалению, он снизился по отношению к первому кварталу этого года примерно на 8%. Понятно, связано это прежде всего с ограничительными мерами. У кого-то зарплата сократилась, у кого-то бонусное возгрожение снизилось. Надеемся, что в третьем квартале все-таки мы увидим рост в этом плане. Если говорить об этой заработной плате по отношению к аналогичному периоду прошлого года, то он тоже чуть ниже, примерно на 2%. То есть, безусловно, отрасль... Но небольшие все-таки цифры в процентном отношении. Да, но они все-таки ниже. Поэтому период пандемии, он безусловно, не мог не отразиться и на торговой отрасли. Но если говорить о продовольственной сфере, она пострадала, конечно же, чуть меньше. Вернее, меньше значительно, потому что не было перерыва в работе. Если же говорить о непродовольственных товаров, то здесь очень серьезное было ограничение. И не могли предприятия и организации, и индивидуальные предприниматели торговать. И, скорее всего, вот как раз снижение их доходной части повлияло как раз на среднюю зарплату по среднему крупным предприятиям. Но все-таки сколько наш город потерял денег из-за коронавируса? Это вопрос, который все время задают из всех средств массовой информации. Сложно. Безусловно, и городской округ Самара, и бюджет городского округа испытывают в том числе последствия ограничительных мер. Посчитать, сколько город потерял, мы сможем только к концу года. Тогда, когда, во-первых, будут сняты, мы надеемся, все абсолютно ограничения. Они еще не сняты у нас. Во-вторых, все-таки мы посмотрим по исполнению бюджета. Хочу одно сказать, что ситуация очень серьезно выправляется. То, что было в мае и в апреле, в корне отличается от того, что сейчас мы наблюдаем в июле и в августе месяце. Экономика задышала, задышала полноценно. Надеемся, что динамику мы сохраним. А эта динамика, она внушает очень серьезный оптимизм. Спасибо большое. Все-таки в конце программы хочу предоставить вам небольшое заключительное слово. Что бы хотели сейчас сказать жителям города Самар, пожалуйста. Я хочу сказать, что я очень рад, что период ограничительных мер все-таки у нас закончился. Я хочу сказать, что большинство организаций практически во всех сферах деятельности вышли из зоны ограничений и начали работать. Я хочу всем жителям городского округа Самары пожелать успехов в своем деле, в деле ваших близких. Удачи, всего самого хорошего. Спасибо большое. Ну, а мне остается только присоединиться к вашим словам и к вашим пожеланиям. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания. До свидания.